Рай на земле Я смогу, я уверен, я знаю, Расстелить иду к ваших весь мир. И еще вам навек предлагаю Солнце, свет и небесный эфир. Вы Венера, сошедшая с неба. Вы мне посланы волей богов Мир земной. Он без вас вовсе б не был И без вас не рождалась Любовь вы богиня. Любить вас быть может дано Право не людям, богам. Вас впервые увидев, о, Боже. Я скричал вас богам не отдам. Вы меня красотой ослепили. Для меня вы ярчайший алмаз. Все земное собой вы затмили. Погрузился бы в тьму мир без вас. Яркий свет, тот, что вы излучали. Во мне бурное пламя зажег. В нем сгорели все страсти, печали. Быть без вас я уж больше не мог. Я не знаю, чем богу обязан, Что нас вел в этом бренном краю, Что наш путь с вами узами связан. И навеки мы с вами в раю. Спасибо. Ну, очень приятно. Спасибо. Я надеюсь, что нашим зрителям понравится. Сегодня в нашей дачной обстановочке Мы на канале хотим познакомить вас С Баяновым, Владимиром Михайловичем. Владимир Михайлович, Ну, надо сказать, что сосед мой по даче На самом деле. Вот. Ну, а наше дачное общество Достаточно дружное. Оно основано Гидромеханизацией. Правильно я говорю? Оно основано Гидромеханизацией. И поэтому По дедам, По батькам Мы тут знаем все друг друга немножко. И Я давно тоже знаю Владимира Михайловича. И знаю, что Он занимается Значит, поэзией. И И даже печатался в газете И Какое-то, да В свое время я помню. Ну и, конечно, вот Гидромеханизации в этой Организации Бывало, что Рассказывал свои стихи Читал. Читал. Читал, правильно читал. Извините, Владимир Михайлович, извини. На банкетах На каких-то читал, в общем-то Потому что Когда я Недавно встретился С ветеранами уже Гидромеханизации И Рассказываю Значит, про Владимира Михайловича Я его Дальше Если позволите Михайлович просто буду называть Потому что долго Все-таки По-соседски Значит, они все помнят Знают Этого человека И, честно говоря Я сам восхищен его поэзией Уже Много лет Теперь Будет мое любимое Кому что Мне лето подарило Я в Коксон Жемчужину Нашел на берегу Я ею был Как солнцем Ослеплен Но жить ее Не видя Не могу Жемчужину Два маленьких дитя Хранят ее И верность И покой Но ангелы Те люди Они спят Когда туман Восходит Над рекой Хранители Заснули В тишине Душа моя От себя Пой Ликуй Жемчужина Ты подарила мне Свой первый Но желанный Поцелуй Михалыч Спасибо Очень здорово Очень Но это Ты знаешь Это мои любимые Я Женщин тоже уважаю Кто Кто их не уважает Кто их не любит Мы их любим Они позволяют Мы тоже хорошие Ну Конечно Есть вопрос Еще спорный Кто лучше Мы или они Все хорошие Ну Это Женщины С Венера Мужчины С Марса Вот Наши Дачки Красота Хоргом Да Михалыч Природа Красивая Ну естественно Конечно Швейцария Швейцария Плачет Когда наши кадры К ним попадают Я понял Михалыч Ну Расскажи Ветеранам Посвящение Посвящается Ветеранам Великой Отечественной Войны Так и Называется Вам Ветераны Ветеранам Ветеранам Мене Ты безумной Страстью Поцелуи Объятия Жизни Мечты Клятвы Вечной Любви Мы купались В том Счастье Мне казалось Что ты Изваяние Богов Я не верил Что ты Рождена Человеком Самых Первых Минут До последних Шагов Мне казалось Что мы Будем вместе Навеки Ты собой Заслонила Весь мир От меня Я твоей Красотой И во сне Наслаждался От блеска Очей Коих Бездны Огня В сердце Жаркий Костер У меня Разгорался Голос Твой Для меня Как Весенний Ручей Звучал Всеми Октавами Дивных Мелодий Неземная Любовь Была В жизни Моей А такая Любовь Никогда Не проходит Человек С давних Пор Так Устроен Наш Мир Коль Пленен Настоящей Чистой Любовью Приглашая Всех Близких На свадебный Пир Так И ты Моей Стала Любимой Женой Всем Мужчинам Земли Я б Желал Таких Жен И Такого Ж Большого Семейного Счастья Был Любовью Жены Я Сполна Напоен Но Пришла Вдруг Беда Нас Когда Черная Туча Несла Всем Беду Против Повчищ Фашистов Страна Вся Вставала Добровольцы На фронт Тот Призыв Как Набат Прозвучал Над Огромной Нашей Страною И Вставала Стена Из Советских Солдат Перед Темной Мрачной Фашистской Чумою Грозной Силой Была Та Стальная Стена На Нее Наскочив Враг Назад Покатился Мы Ужали В боях Продолжалась Война В тех Боях Не на Жизнь А на Смерть Каждый Бился Я Простился С тобой И Заводом Своим Я Встал В строй Тех Мужчин Что На Фронт Уходили Пожелала Ты Мне Чтоб Вернуться Живым Чтоб Фашистскую Нечисть Скорей Мы Разбили И В боях Под Москвой Я Крещение Прошел Там Суровую Школу Войны Я Освоил Враг Там Рвался В Москву Но В нее Не Вошел Там Величие Свою Проявил Русский Воин По Профессии Врач В грозовые Те дни Верность Клятки Храня Мудреца Гиппократа Скорей Ты Была Там Где Сражаясь Они Умирали От Страны Нашей Солдаты Ты Лечила Бойцов Возвращала Их В строй Вырывала Из лап Смерть Хищной Коварной И Воскресший Солдат Но Вступал Строгом В бой В силу Ему За свои Судержившие Раны В силу Ему За друзей Что погибли В боях В силу За братьев Сестер За родных И знакомых В силу За всех Тех людей Что остались В полях Кто уже Никогда Не вернется До дома Годы Месяцы Дни Миновала На смерть Прожигать Сквозь войну Мы друг Другу Желали Замолчала Вдруг ты А потом Был конверт И заслала Глаза Руки Помню Дрожали Я не мог Разорвать Скрыл Товарищ Пакет Что погибло Прочел Люди Как это Больно Терять Жен На войне И помер Белый свет И смысл жизни Пропал И я проклял Ту бойню Я поклялся Отмстить Я себя Не щадил Я в боях Воскресал Я не кланялся Пулям Я не смерти Искал За любимую Мстил И сказал Я себе До Берлина Дойду я Был и ранен Контужен Тонул Горел Живо остался С боями Дошел до Берлина И на рейхстаге Где флаг Победы Олел Написал Дорогое Мне Женское Имя Отшумела Война Отгремели Бои Слышны Были Порою Лишь грома Раскаты Возвращались Победою В семьи Свои Но Вернувшие Мир Земле Наши Солдаты Я же Остался В строю Чтоб тот мир Охранять Чтобы солнце Светило Всем людям Планеты Чтобы Жен на войне Никому не терять Чтобы счастливы Были Все дети На свете Михалыч Ну Ты вот знаешь Что у меня Дед Тоже Участник Войны Знаю Конечно Войны Ветеран Отечественной Войны Вот он Работал И Ваша Гидромеханизация Начальником Я когда Это Устраивался Он работал Инженером По технике безопасности Но и он В отделе Кадров Тоже работал Ну это До меня До меня Я в 85 году Михалыч Ну скажи Пожалуйста Ты же Не Не Принимал Участие В боевых действиях Нет конечно Я не служил В армии Даже работал На Чкаловском заводе Работал На Чкаловском заводе Каких боевых действий Я 41 года Рождение Скажи Так вот Резюмируя Это все Почему О войне Стихи все таки Отец погиб На войне У меня Это боль моя Понимаешь Это боль Мне было 4 месяца Отца забрали На войну И больше Я не знаю Что такое отец Вообще не жил Что 4 месяца Что я понимал Ваим Михалыч Вот Сейчас покажу Что-то Секрет Смотри Что у меня есть Знаешь что Это Это сумочка Не понятно Сип гидромехстрой Да Здесь вот Ну Зим снаряды Это Ну Давай покажем Людям Ну то есть Как бы Там был календарь У меня еще То-сё Это приносили деду Те кто заботится Ветерану Но они приносили полную Понятно Чай Там Ну понятно Ветеранах Успокоиться Вот Но поскольку Работал Это потом себе На память заберешь Поскольку работал В гидромеханизации Да Что мы можем Почитать Посвящается Гидромеханизаторам Да Послушай И гидромеханизированной Работы Только При положительных Температурах Когда вода Замерзает При носовых Температурах Работать уже Невозможно Песок По 530 Трубе Месяц с водой Гонится на место Там Поэтому Предлагаю Ваше внимание Светворение Посвященное Гидромеханизаторам Гидросезон Слушай За окном Снова Веет Весной Птицы Скоро Вернутся Домой Скоро Мы Сезон Откроем Снаряды Подготовим Иго Катит Первой Волной Наконец-то Получен Приказ Он Касается Гидровцы Нас Баггер Новый Путь Ключает Мыть Песок Он Начинает Зимоснаряд У нас Стиль Экстракласс Бездорожье Конечно Беда У России Так было Всегда Горы Мы Песка Намоем Пути Новые Построим Чтоб По ним Ходили Поезда Достают Наш Зимой Холода Мерзнем Зябнем Ну Просто Беда Спящий Север Мы Разбудим Нефть и Газ Стране Да Будем Обогреть Чтоб Наши Города План Нам его Выполним Всегда Будет Только Пусть У нас Вода Когда Жена Затянет В лед Песок По трубам Не пойдет Не Изменишь Это Никогда Все Темнее И темнее Небосклон И к закату Наш Летний Сезон Стал День Короче Но Длиннее Намыть Песок Стало Сложней Но Объем Наш Будет Покорен И Остановим Думаю Сезоне Но Было Так Пусть Будет Так Всегда Ура Михалыч Скажите Честно Это Песня Ну Как Песня Поешь Ну Это Очень Похоже На Песня Серьезно Я Читаю Вообще Это 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 Было На самом Деле Гидросезон Назовалось Да Гидросезон Вот А Второе Я Я Тоже Вот Второе Мое Любимое Опять У меня Несколько Есть Твоих Любимых Но Второе Я Называю Просто Трактором А у Тебя Роли Тракторов Что Они Делают Машин Нет Бульдозер Механнику Что Не Планировка Человеку От Бульдозера Вот Как Называется Не Просто А Это Самая Функция Тракторов Что Они Делают В Этом Гидромагазей Нажих Работах Нам Песок Разравнивает По Полотну Дороги Правильно Ну Например Да Итак Машинисту Механику Просит Человеку От Бульдозера Поясывание Как Бульдозера Идет На Огромных Просторах Страны Направления Нам Не Нужны Чтоб Как Люди Живут Нам Так Жить Мы Дороги Должны Проложить Их Построить Настала Пора Загудят Сразу Там Трактора И От Имени Нас Тракторов Скажу Людям Я Несколько Слов Изогня И Метал Рожден И Годами Не Нужен Нам Сон Заменя Табун Лошадей Много Лет Я Тружу Для Людей Могу Горы С места Сдвигать Водоемы Могу Осушать Самый Важный Конечно Мой Труд Где Дороги По Дебрям Идут От Работы Нелегкой Такой Порой Хочется Мне На Покой Может Место Занять Мне Пора Где Утиль Выдают На Гора Ты Ведь Создал Меня Человек Твоего Покороче Мой Век Чтобы Дальше Продолжить Наш Путь Надо В сердце Мое Заглянуть С Перебоями Дарят Поршня Что Тревожит Конечно Меня Из Подсальников Масло Течет Ты Все Это Возьми На Учет Замени Мне Поршня Клапана Из-за Этого Сдам Я Сполна Из-за На Быстром Коне По Песку Я С Любым Скакуном Потягаюсь Хоть Ночью Хоть Днем Но Меня Не Бери На Испух Хоть Машина Но Я Ведь Твой Друг До Конца Недовит И На Газ И Любую Твой Исполню Приказ Мне Солярки Бы Только Глотнуть Возьму Горы Песка Я На Грудь Разгребую Разглажу Все Встрок В тело Когда может уйду На Покой Спасибо Я Не Одержался Это Тоже Просто Одно Из Моих Любимых Скажи Честно Ты Прошлой Жизни Был Трактором Прозорливый Как Ты Заглянуть Так Далеко Наше Серто Пламенное Вот Как Начал Писать Стихотворение Я По-соседски На Ты Извиня Михалыч Уважительно Ну а ты Ну по-соседски Потому что у нас Не официальная Такая передача А немножко Дачная Как начал Писать Да как я начал Писать Ну Фамилия Обязывает Фамилия Баянов Боин бы Вещи Вещи С школьных Лет Что вот Боины В Древней Руси Там Пели Песни Свои Так сказать Ну я Подумал Я же тоже Боин Вроде как Боин Надо Что-то Ну вот Иногда и получается Во сколько лет Это началось Ну Я помню Первое Что-то там В пятом классе Учился Но там Не помню Там не полностью В стихотворение Получилось Не помню А потом Ну Были 17 лет Я их не записывал Не помню Вот Лет 20 Было Мне уже Я записал Я его помню Конечно Мак